Канон церковный предписывает всех самоубийц, за исключением определенных моментов, связанных с психиатрическими болезнями. Всех самоубийц мы не поминаем, так как они выбрали свой путь без Бога. Так как жизнь дарована Богом, всякий человек, который эту жизнь сам у себя отбирает, он отказывается от этого дара Божьего, а значит и от Господа отказывается. И, соответственно, как за него молиться, если он сам не хочет быть с Богом? Здесь в церкви не молятся за самоубийц, и только родственникам в домашних молитвах разрешается читать псалтырь о них. Вот, собственно, так. Если человека довели до самоубийства? Здесь, опять же, вот этот момент, который очень сложен, индивидуален и субъективен. Обстоятельства, деньги, работа. Как это мы сможем проконтролировать? Довели его? Или он сам довел себя? Или он вообще сам себя не убивал, а его просто убили, а все это закамуфлировали под самоубийство? Настолько много всяческих тонкостей во всем. Поэтому в каждом индивидуальном случае приходится разбираться отдельно, потому что под одну гребенку невозможно всех выстроить. И, конечно же, есть самоубийства, например, людей, которые пожертвовали своей жизнью ради жизни других. Ну, бросился на амбразуру, например, человек. Это самоубийство, но он герой. А церковь к этому герою как относится? Совершенно как к герою. Можно почитать? Да, и молятся за него. Нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Это евангельский текст. И на основании этого текста мы относимся к таким людям, которые пожертвовали своей жизнью ради жизни других. Казалось бы, самоубийство совершили, да? Но к ним мы относимся как к высшей степени любви. Как к геройству, в том числе и православной. Просто каждый случай получается индивидуальным? Очень индивидуальный. И в каждом случае отдельно надо разбираться и беседовать. Какой еще у нас существует запрет поминовения, кроме самоубийцы? Кого еще не запрещено поминять? Все, кто не крещеные, естественно, не поминают церкви. И все, кто самоубийцы, не поминают церкви. Вот, собственно, два пункта, о которых мы не молимся. Все остальные, они за них молимся. Если человек не знал о таком запрете, но все-таки помянул и в записке, и свечку поставил, или делал это на протяжении, допустим, года-двух, а потом выяснил, что существует такой запрет, как быть в этом случае? Те, кто не знали, но как-то нарушили это правило, канон церковный, они должны на исповеди это сказать, и Господь им простит это по неведению, по незнанию совершенное такое вот согрешение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok